Девушки отдыхают Мадам, позвольте предложить вам масло пихты Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые обиды Борис, а ты изоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесменом Беру это носухи по 700 баксов, но я не мог не загореться Вот с вами носухами здесь 700 баксов, Кир, развлекайся Вера, Вера Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные Господи, я умоляю вас, немножко веселее Это же 18 век Взятия Бастилии, обезглавили монарха Русско-турецкая война, четвертовали Емельяна Пугачева Такие веселые времена, а вы такие кислые Умоляю вас, улыбаемся Внимание Опа-на Молодцы Пошли Слушайте, а давайте тоже сфоткаемся Я эту дурочку в шляпу не одену Так не обязательно в шляпе, там есть куча других косов Так прекратить дух Послушайте, вы уверены, что идея хорошая? Это же переодеваться надо Обещаю, не взваливать на твои хрупкие нетренированные плечи тяжелые доспехи Свет, да что ж такое происходит сегодня-то, а? Мам, вот вы где? Я вас потеряла Чего стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться Какое сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке Поехали лучше в аквапарк А мне кажется, замечательное предложение Будешь что-то вспомнить? Если вспомнить больше будет нечего Пойдем, дорогая, давай, аквапарк в следующий раз Боря, идешь? Да Не, ну если только в костюме муж-хитера там Просто всю жизнь мечтал Здрасте Спасибо Потрясающе, друзья мои Боже мой, да от вас просто повела эпоха ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга Давайте немного сменим к оппозиции, товарищ адмирал По центру становимся Адмирал, да, по тебе правда идет военная форма Ой, Свет, военная форма идет каждому мужчине, да, Карин? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович На вас прекрасно сидит форма зоотехника Такое ощущение, что переоделись в свое рабочее Послушайте, я в случае не военная, а? Форма как родная Да, вам и правда идет Ну, просто мой дед был комдит Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились А мои родители в Севастополе? Да? А я подал, что ты на практике девственность потерял Кто потерял? Ничего, Саша, это я так разговор подержать Давайте все дружно скажем Лик без... Лик без... Лик без... Кукуруза! Погода для настроения нет В номере бардак Невозможно ничего найти Калина, ну ты прибралась бы хоть, что ли? Пф, Парамонов Ты успокоился бы, что ли? Я тебе что? Уборщица Позвони на рецепшн Да при чем здесь рецепшн? Ну, пожалуйста И вообще, что ты вам показываешь здесь в трусах? Вот это Вере будешь показывать эту рабочую христианскую ню Слушай, ну я поэтому и расскажу, что я их нигде не могу найти Да не, вырубай приставку, идем на пляж Давай-давай, вставай и собирайся Ну где они могут быть, я не понимаю Ой, Борюсь, я не слежу за миграции твоих труселей Я их все утро ищу, ну где они? Ну не могли же они испариться А давай я тебе дам Сашкины плавки А денешь будут как стринги Вере понравится Вот это сейчас не смешно было Че, не смешно? Нет Это смеши, они смешные и жуткие, ты твой конец Ну что ты, ох ты, язвой какой стала Калинина О, не за такую ладу Калинину Я в восьмом классе-то дрался Дрался, дрался, да, дрался Это когда тебя Левкин догнал и возил Морглой Полину Кто возил меня, какой Левкин? Ты была там? Все, все, ты достал меня Все, Парамонов Саша, ну сколько можно говорить, Санек? Саш, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу Ищу свои плавки, на них сидишь и молчишь А ты что орешь на моего ребенка? Что, кто орет на него? Я просто, можно же сказать словами Дядя Боря, вот ваши плавки Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую Тык-мык, тык-мык, рубится А ну не ори на моего ребенка, ты ему кто? А ты-то что, разнервничался? Я не понимаю, что у нас, глазки забегали, ручки затрясли Что такого? Я просто сказал И сделал ему замечание Плавки лежат, он молчит Ты достался со своими плавками Стой, Каленина, стой Ну-ка стой, я сказал Не вздумай, ты Я все понял Я понял, в чем дело В чем, в чем, в чем У тебя когда последний раз секс был? А у тебя? А-а-а Чумничка, а Все Твое? Не-не-нет, конечно А это... Вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели Это не отель, общага какая-то Вот, 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 абсолютно правильно Абсолютно О-о-о, Кариночка, привет, дорогая А вы что, у бассейна? А мы решили на пляж? Да? Ну, хорошим вам отдыхать Спасибо Папуль, может мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против Что значит не против, Игорь? Что значит не против? Мы же договорились Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть? А какой смысл киснуть среди водорослей и минус? Пап, выбирай Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились Тогда разделимся Вера идет на пляж, а я стою здесь Да, Верочка? Прекрасное предложение, милая Угу Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна И завтра в дельфинарии я ехать тоже не хочу Ты не хочешь в дельфинарии? Я хочу на пляж Здравствуйте До свидания Спасибо Ой, а я вас на пляже ищу, а вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна на массаж пошла? На море На... на море Мы разделиться решили Свет, вещи не разгасывай Ну, это правильно, в принципе Демократия в семье, это вообще очень похвально Детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Саша, Свет Спасибо, как-то не хочется, и я не хочу Пойдем Не хочу Карина, ну пломиться в глаз сладенького Ну я же по глазам вижу, что ты хочешь Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого Сладкого не любишь, да? Не хочу Очень странно Такая жара, кошмар Так ты снимай штаны, давай Окунись Вот Что это за язва, такая язва, понимаешь? Язва самая натуральная У тебя язва? У меня? Нет, у меня, ты знаешь, сирозия была А сейчас все нормально, ничего страшного Так ты сходи поешь что-нибудь Я не хочу А, да, да, нужно же сходить поесть же Надо, со здоровьем вообще шутки плохие Надо что-нибудь диетическое, чебурек там что-нибудь Так может Нет, от фруктов у меня Все, пошел Солнце мое Иди уже Что мне без тебя делал, да? Все Сейчас, я скоро Вот так? Извините Иди уже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Нет, спасибо вам, конечно, но вообще-то я хотела позагорать. Простите, я... Нет, я просто подумал, такое солнце, у вас кожа такая белая. Интересно, это... Давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже у меня отель. Пять звезд. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите? Олешка, а ну надень панамку. Людочка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Не за люди кругом. Я еще не начинала. Три тысячи лет я был заточен в этом сосуде, но ты освободила меня, моя госпожа. И за это я исполню три твоих любых желания. Или одно желание. Отвали. Осталось два желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хатабрич, в следующий раз думай головой, а не своей тюбетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще тысячу лет. Вер, ну ты... Ты что? Вер, ну подожди. Хочешь что-то съел? Да соню, знаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вер, ну подожди. Отвали. Вер, ну подожди. Вер! А деньги? Ты здраешь! Водичка просто прелесть. Угу. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? Угу. Это когда это было? Ну да, восьмой класс. Это июль восемьдесят... Восемьдесят девятый год. В Артеке. Ну этот. Двадцать пять лет назад. Это юбилей получается. Двадцать пять лет. Ну в смысле... Саня, надень на рукавники, сходи поплавай, а? Я не хочу, мам. Ну шляпу тогда надень. Я не хочу я, мам. Вот характер, а? Александр, вы так будете томиться на санцеперке? Или может все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Саня, не пайся. Будь мужиком. Скажи всего лишь четыре слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты, я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишут о вреде алкоголя? Я даже бросила. Читать. Вы что, вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Нет, ну правда. Многие думают, что это анекдот из интернета. Ну тогда прыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может вы еще и Солженец с ним увлекаетесь? Саша? Ну я бы не стал так фамильярно. Это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! Бортик у него. Ты как, воды наклебался? Мам, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш, шезлонгу и бассейну не ногой больше. Да пожалуйста! И поспокойней мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да одно и конечно трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Верма, я прошу. Верма. Скажите, пожалуйста. Да. А в спа бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что мне надо сказать? Букет. Руками, руками, руками. Молодец. Молодец, хорошо. А теперь вдох, выдох. Может все-таки наденем на рукавники, а? КАРИНА, ДОВЕРИТЕСЬ МНЕ? Да, мам, ДОВЕРИТЕСЬ МНЕ. Так, что за разговорчики? Не забываем про дыхание. Дыхание в этом деле самое главное. Запомнил? Угу. Додумался, да? Воду сигануть. Это я додумалась. Ну, в смысле, это я Сашку спровоцировала. Да ладно, Светульна. Это просто мальчишки. Они сначала делают, а потом думают. Причем, что характерно в любом возрасте. Так. Надеюсь, вы не над нами смеетесь? Над вами. Над вами. Ну, ничего, ничего. Смейтесь. Мы вам еще покажем. И кролем, и брасом. А ну, Санек, давай, покажи маме, что умеешь. Давай. Дох, выдох. Мама, смотри. Так. Давай, давай, дох. Ничего, ничего, все нормально. В этом деле главное не сдаваться. Две недели и сможем хоть на соревнования. А вот этот вот хихикающий фан-клуб будет у нас еще автограф играть. Да, чемпион? Да. Опа. Боже мой. Как романтично. Прям как сцена из кино. Я еще не на такое способен. Он заинтриговал. Ну, конечно, если этот букет мне, я бы хотела получить его в целом виде. А не по частям. Секунда, и он будет у твоих ног. А я ищу вас везде, что же. Где вы ходите? Какие красивые цветы. А это кому? 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 Она спрашивает еще. Такие вопросы задаешь. Конечно же. Пусть. Поздравляю тебя, дорогая. Спасибо. Не до что. Приятно. Приятно. А что за повод? Ну, если не секрет. Игорь, мне, чтобы подарить своей любимой женщине цветы, повод... Не нужно. Запомни это. А куда вы собирались? Подошли? А мы в номер переодеться на ужин. Что же мы не стоим тогда переодеваться и на ужин уже? Нас же скорее же. Да? Угу. Угу. Мужчина, зоопарк был вчера, а сегодня дельфинарий. Ясно вам? Мужчина, а вы куда столько пива набрали? Там будет дельфина, а не вобла. Дорогие мои, дельфинарий. Доброе утро. Доброе утро. Чемпион, привет. Привет. А я смотрю, вы сегодня тоже неполным составом, да? Да, папа на рыбалку уехал. Ясно. Да, предпочел умным лекопитающим глупую доверчивую кихонь. А Вера на грязевые ванны записалась? Понятно. Я как будто не хватает действительно среды обитания. Светлана, вам не кажется, это была слишком злая ирония? Простите, папа, сама не знаю, в кого я такая. Молчу, молчу. Девушка, ну я вам второй раз повторяю. Перенесите грязи на после обеда. Ага. Доставка в номер. Шампанское, фрукты и разбитое сердце. А остальные органы в порядке? Более чем. Ну, проходите. О, благодарю вас. Означает ли это, что моя белая госпожа меня простила? Балочка, милый, ну, подожди, наши еще не уехали. Мне какая разница, уехали они или нет? Подожди, Борис, Борис! Как я? Стои пока шампанское, я пойду посмотрю. Вот это ведь надо. Сама, ну, ладно. Слушайте. Моя белая госпожа. Ой, ничего, я сама. Спасибо, это ваша. Моя? А, нет, это моя. Идемте. Прошу. Позвольте. Спасибо. Аккуратно. Интересное кино. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Фирма Альбатрос. Просим подтвердить экскурсию. На завтра на четверых человек. Вы ошибаетесь. На шестерых. Извините, но тут двое взрослых и двое детей. А вы что, не в курсе? Теперь в курсе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Моя богиня. Поднимаю этот бокальчик кисленького. За тебя сладенькую. Да. Такими темпами глядишь, и без всего останешься. Верунчик, золотые слова. Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего. Конфета моя. Верунчик. Верунчик, ты читаешь мои мысли. Закон без гены или ладно. Верунчик. Мурак. Я хочу потереть тебе спинку. Сама так, сама, сама. Верунчик, только я недолго прошу тебя, а то я сойду с ума. Приехали на этот полуостров любви. А тут ни любви тебе, ни поллюбви, ни четвертушечки. Верунчик, тебе-то кому рассказать? Никто не поверит. Борюсик, не надо никому ничего рассказывать. Гасушечка моя. А зачем ты так оделась? Я знаю. Ты очень строгая учительница. А я очень нерадивый ученик, да? Нет. Нет. Ты продюсер, а я очень, очень хочу попасть. Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Ну, сейчас нет. А надо? Иногда надо, Боря. Иногда надо. Куда ты, Верочка? На сушечку моя. Куда ты? Вер! Верочка, простой, постой. Вер, ну что я опять сказал не так? Я же просьбу все свои слова назад, Вер. Ну, скажи хоть что-нибудь. Ширинку застегни. В дельфинарии, пожалуйста. Круто! Зачем в дельфинарии, Верунь? А? Зачем в дельфинах? Зачем в дельфинах? Зачем в дельфинах? Да что это? Ну что, долго еще? Ну еще минут двадцать. Ой, ну двадцать минут назад говорили то же самое. Ну а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вера, Верунчик, ну я молю тебя. Ну давай вернемся. Ну зачем ты вообще туда едешь? Боря, у этого радиатор закипел. Мне кажется, у меня сейчас мозги закипят. Я тебе сотый раз повторяю. Мне надо там быть. Понятно? Это тебе там надо быть. А я там как появлюсь? Я вообще на рыбалку уехал. Что я им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я... Боря, что ты там говорил о этой ладе с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой ладе? Да ну ничего особенного. Два раза была замужем, и оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник. Все как у всех, все. Значит, третий был бы не лишним, да? Третий? А что? Он хороший вариант, нет? Ну, нет, таксистов. Боря, ты идиот или как? Ты вообще о чем-то другом думать можешь? У меня мужа уводят. Да кто? Кто у тебя мужа уводит? Ну, долго еще? Ладно, мы же сами с ней договорились, что она возьмет, Игорь, на себя. Да все. Мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем в перевернуть в дом. Да, в перевернуть в дом. Я хочу. А я билеты в дом сказок купил. В дом сказок? Значит, мы идем и туда, и туда. В сказки. Мы идем в дом раз... Ой! Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотрится. Смотри. Привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ты же сказала, ты пошла на грязи. Грязи закончились, сказали, в понедельник завезли. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна, выходит, думаю... Ой, Вера Павловна, а вы куда? К нашим, случайно? Она говорит, к нашим. Ой, я говорю, ай да, вместе. Ну, вот мы, собственно, и приехали. Так ты же на рыбалке, пап. Ну, на рыбалке рыбы нету. Я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть, вон. Ну, а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо. А вот как будет теперь? Это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе. Тебе не кажется? Свет, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, зашел дельфинанс есть чувство юмора. Свет, кому-то надо извиниться уже дважды. Думаю, что это? Думаю, не стоит. И я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Да, и это же. Света, прекрати поясничать. А зачем она приехала? Зачем она приехала? Зачем она приехала? Сдел бы там все свои грязи. Света, хватит, я сказал. Прекрати. Прекрати и извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал, извинись. А я не буду извиняться. А так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Ну и решай. Сань, подержи. Ну, конечно. Ну, все, я в дом верну. Свет. Светуль. Малыш. Малыш. Ну, хорошая моя, ну, чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что я такого сделала? Ну, он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь, вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого. А на нее он никогда не кричит. Ну, хорошая моя, ну, не плать. Ну, родная, ну, я тебя понимаю, как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. И я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делала? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза в дом избегала. А потом как-то... Пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что дело больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. Представляешь, как ему нелегко. Он между вами разрывается. Ну, ты представляешь? Ты хочешь одного. Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну, надо ведь немножко уважать его выбор. Даже если он тебе и не очень нравится. Даже если по тестам Вера ему не подходит. Ну, что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу, вон, папа твой, жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно, классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Втерились, да? Светлана Игоревна, вы... Вы что, вы... Вы не меняйте тему для разговора. В общем... В общем, пройдет время, и Вера мне понравится. Точно? А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так вы втерились или нет? Нет, ну ты посмотри на нее, а! Я обещаю, что я вам не скажу, честное слово. Тема закрыта. Ой, покучи. Тема... Почему же вы слышите? Я не понимаю, объясни, ну что происходит? Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое, и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле, Вера? Эй, командир, тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Сейчас. Все, до свидания. Верунчик, Вера! Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинаете сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, не более того. Ну, я так и поняла. Ну-ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за свету. А, да что, какая благодарность. Ну, вы как, помирились? Ну, почти. Эх, вы. А, я, я педагог не то, чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, 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 вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается, но... Ему до Макаренко не то, что далеко, там... Там пропасть. СМЕХ Ирунчик, ну, я не понимаю, ну, я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения. Боря, то и значит. Ну, как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Так, Боря, так, сделаем вид, что этой поездки как бы ни было. Хорошо? Вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Как? Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря! Да? У тебя только одно на уме. А у меня, между прочим, семья рушится. Ирунчик, ну, при чем здесь семья? Так, что ты хочешь? Поговорить. Вот там. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалось. Я думал, вы... А? Я? Да. Нет, я ничего. Я... Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря, неужели ты не видишь? Они постоянно вместе. На этом дайвинге вместе, на эстафетах вместе. А эти комплименты на набережной, они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь, они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Да потому что мы же сами этого хотели. Но, Верусик, он все же идет по плану. А мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель. Мы в... О, Господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? Да в прямом. Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах. Так понятно? Замечательно. Это что ж получается? Я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет, я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих носок? Ты слишком ошибался, Боря. Ну, вот так вот, да? Да, вот так, вот так вот. Все, давай, гуляй. Да сама ты гуляй. И покрашу тебя найдем, мне вон только свистнуть. Свистульку не сломать. Хм, интересно. А, мам, да, я, кажется, поняла. Вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, а теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно. Мам, тебе тут кофе принесли! Мам? Мам, можно я пойду со сметой пугаю? Только недолго. Ваше здоровье? По-турецки? Да. Можно погадать на кофейной гуще. Игорь, куда же делся ваш вечный скиптицизм, а? Нет. О, у меня возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же, ух! Конечно. Только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а от там. Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе, выливайте в блюдце. Ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, смотри, ты где? Я пришла. Игорь! А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. О, а куда это ты собрался? Не ты, а мы. О, простите, великодушно. Куда это вы собрались? Слушай, Калинина, ты давай не умничай. Собирайся, все, отпуск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Чего ты пристала к этому Игорю? Я пристала? Нет, я пристал. Ах, извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне. Побудь с ним. Ну-ну. Отвлеки его. Ну, просил. Ну, ты перестаралась, мать-то. Ты переиграла. Ах, ну, извините, актриса. Из меня, может быть, правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника. Прям Брэд Питт отдыхает. Игорюша. Игорюша. Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушай. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решили? Ты меня слышишь или нет? Линя, я что, неясно сказал? Мы уезжаем. Пока. А мы остаёмся. Так, я не понял. Что значит мы остаёмся? Что значит мы остаёмся? А что, номер оплачен Сашке? Мне здесь очень нравится. А ты, если поссорился со своим имзелью, то вперёд, счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дёть Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это, в конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждёт. Я похожу, позагораю, покупаюсь, погуляю. Там достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай, иди спать. Борюсь. Всё нормально. Всё. Ну, Борюсь. Всё. Борюсь. Всё нормально. Ну, пора муж. Пором... Парамонов, руки убери. Прости. Накати вас туда. Фух. Алло. Я слушаю. Тебя. Алло. Присаживайся, подруга. Выпьешь? Ты не бойся, она меня отравлена. Ну, как? Вино, как вино? Вот это вино, как вино, называется Мутон Ротшильд и стоит большущих денег. До такого вина подруга нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске. На эти деньги сделать себе полный тюнинг. Каждый день посещать фитнес-клуб, спа, научиться петь в караоке, правильно ставить ударение, посетить сто вечеринок и на сто первую наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты, и максимум, что иметь, это палатку шаурмы в метро, а настоящего мецената, претендента на форум. После того, как ты пройдешь эти девять кругов дерьма, ты достоинством можешь претендовать на то, что он угостит тебе таким вину. Причем любить его необязательно. Достаточно просто ценить. А я смотрю, ты решила взять все и сразу, да? Нет, ну, чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю. Ну, что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного прикупить. Но мой тебе совет, подруга, начни с напитков попроще. К примеру, советское полусладкое. Ага. Боюсь показаться глупой. Но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. А, то есть Боря это шампанское. О, отлично. Веселящее, игристое. Для тебя в самый раз. При том, что и я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки это как опасно? А это уже не твое дело. Да мне все равно, можешь хоть в запоете. Только попрошу, уважаемый сомелье, мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять. И в каких количествах. А это не совет. Это предупреждение. И только имею в виду, я не Минздрав. Два раза предупреждать не буду. Поняла? Официант! Шампанского! Шампанского! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА